На библейский портал «Экзегет» пришел вопрос, как побороть привычку осуждать начальство. Привычку вообще осуждать мы должны в себе побороть рано или поздно. Как с этим справиться? Нужно помнить о том, что Господь этого человека еще держит на земле, надеется на его спасение, на его покаяние. Это первое. Второе. Нужно размышлять о своих грехах. И третье. Даже тогда, когда мы сталкиваемся с очевидным грехом ближнего, надо помнить о том, что когда Господь смотрит на наши очевидные грехи, мы все ждем от него прощения. И вот как святые отцы говорят, если ты не хочешь сделать ближнего участником дара прощения, который дал тебе Господь, то ты не достоин этого дара. Поэтому как только хочется осуждать, ну, чтобы вспомнить слова Христа. Не судите, не судимы будете, не осуждайте и не будете осуждены. Дело в том, что нам на нашем месте очень многое непонятно из того, почему и как поступает начальство. Просто у нас нет столько информации. Оно с нами не делится, а часть информации не может поделиться. И часто так бывает, что потом, становясь начальствующим, сам человек ведет себя значительно хуже. А все бывшие его сотрудники, ставшие подчиненными, они думают про себя. Вот мы осуждали Ивана Ивановича, а вот Петр Петрович стал начальником. И как плохо. Вот мы теперь тоскуем по прошлому начальнику. Вот поэтому лучше никого не осуждать. Не осуждайте и не будете осуждены. То есть, если ты не осуждаешь, ты можешь быть спасен. На страшном суде ты не будешь осужден. Это такой великий дар, это в твоих руках. Поэтому лучше вообще никого не судить. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.